Чтобы гордиться победами страны на мировом спортивном Олимпе, растить будущих чемпионов нужно с пеленок. С этой задачей успешно справляются спортивные школы. Но самый лучший опыт игры ребята получают только соревнуясь с футболистами из других команд. Сегодня многие предприятия с удовольствием становятся спонсорами таких мероприятий. Турнир по футболу среди мальчиков 2010-2011 годов рождения прошел в Славянском районе благодаря поддержке магазина «Спорттоваров» и «Евроспорт». Не в шуточной страсти бушевали на стадионе футбольной команды «Виктория». Мальчишки из семи районов края сошлись в бою за право стать обладателями Кубка Победителя. Эти соревнования стали возможными благодаря партнерским отношениям, которые складываются в Славянском районе между спортшколами и бизнесом, отметил в приветственном слове к участникам соревнований начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Вы начинаете свой длинный путь в футбол. Я хочу вам пожелать и сегодня на турнире хороших результатов, тренерам вашим, пусть те задачи, которые не наметены, обязательно будут выполнены на этом турнире. Ну и, конечно, большие слова благодарности сети магазинов «Евроспорт». Я думаю, ваши аплодисменты, ребята, за то, что находят время, находят средства для того, чтобы проводить вот такие вот турниры. Я думаю, что проект этот стартует в Славянске и дальше будут продолжаться в других городах, где существует сеть магазинов «Евроспорт». Ну а вам, ребята, успехов! Но не только призами на мероприятии решили ограничиться в «Евроспорте». Для всех участников, гостей и зрителей «Евроспорт» подготовил, так сказать, подарок, акцию. Во всех наших магазинах вы можете до конца октября получить скидку 15% на весь асортимент. Спонсорство в подобном турнире – первый опыт для «Евроспорта». Но организаторы надеются на длительное и выгодное партнерство. Ведь в футбольной школе «Виктория» занимается большое количество ребят, и попробовать свои силы в настоящем турнире хочется каждому. Сегодня у нас около 700 человек занимаются «Викторией» по всему району. Только на центральной базе в поселке Совхозном у нас около 300 человек. Это детей разного возраста. Самое главное сегодня первая задача тренера – это увидеть перспективного ребенка. Ну и дальше уже, скажу так, развивать его все качества, которые ему даны. Увидеть весь потенциал юного футболиста и помогают межрайонные турниры. И хотя славянские футболисты по итогам соревнований не вошли в тройку лидеров, они получили прекрасный игровой опыт и цель – становиться лучше.